Здравствуйте! Сегодня второй выпуск передачи из цикла «Творческая среда». И мы в гостях у одесского художника, который своим творчеством зарекомендовал себя в самых разных кругах творческих нашего города. Это Алик Мирзоев и с вами я, автор и ведущий передачи «Творческая среда» Буруков Сергей. Алик, вся твоя жизнь была посвящена творчеству, посвящена искусству в тех или иных проявлениях. То есть это была и керамика, это было изобразительное искусство, это было кино. Я хочу у тебя попросить, чтобы ты рассказал нашему зрителю, как начинался твой творческий путь, с чего он начинался, каким образом ты сумел удержаться на плаву в сложное время советского периода и перестроечный, и постсоветский. Ну, я полагаю, что нужно начать все-таки с родителей. Отец, мой отец, до войны, а он боевой офицер, воевал всю войну, но до войны он работал в Бакинском оперном театре художником. Я подозреваю, что он работал вместе, это, может быть, можно проверить, вместе с дедом Муслима Магомаева. То есть в Баку работали и родственники Муслима Магомаева, и мой отец на войну ушел из оперного театра, Бакинского оперного театра. Ну, это, вероятно, генетически положило начало моей заинтересованности в изобразительном искусстве. И начиная буквально со школы, я думаю, что я очень четко себе уже определил. Правда, я еще хотел быть, очень хотел быть столяром, и хотел быть клоуном. Ну, с клоунадой как-то чуть позже проявилось, вот, ну, столяр я сегодня достаточно тоже нормальный, потому что я занимаюсь деревом, я режу дерево, при необходимости занимаюсь декоративно-прикладным искусством. Сюда включается и керамика, и реставрационные работы. Поэтому этот путь я прошел с учебой в мастерских, в мастерских одесских, там живописных. И учился у хороших мастеров монументальному искусству, одесских мастеров. Это Евгений Погорецкий, все знают его, вот, «Царство ему небесное». Это Штивельман, это прикладники, которые привлекали меня, будучи молодым, привлекали для больших работ. Таким образом, я учился. Кроме училища и института, я прошел школу хороших мастерских одесских художников, как живописцев, так и монументалистов. Это меня, конечно, очень поддержало, потому что впоследствии я уже делал свои мозаичные панно, оформлял свои интерьеры. Туда входили поляна сказок из дерева, например, роспись монументальная. Вот, поэтому это все мне помогло, в общем, в работе. Таким образом, я добился, вот, в изобразительном искусстве я добился, можно сказать, универсальности. Универсальности ты добился. Я хочу сказать зрителям нашего канала, что, общаясь с Аликом Мерзоевым, мы общаемся на ты, ввиду того, что в свое время я был подмастерьем в керамической мастерской Алика Мерзоева. Это было перестроечное время, когда люди, в общем-то, искали возможность выжить, и многие уходили, работали в коммерции и так далее. То есть, люди уходили от своего основного призвания, потому что было очень тяжело. У тебя остались, скажем так, были силы остаться в искусстве, в творчестве. Я это знаю точно, потому что я помню, есть у нас такой санаторий Молдова в Аркадии, и ты снимал там помещение, там были печи для отжига, ты это делал сам. Я хочу у тебя спросить, как ты сумел в то время удержаться, скажем так, выжить, потому что многие люди, кто-то отчаялся, кто-то уехал, кто-то, отчаявшись, скажем так, потерял себя. Потерял в самом прямом смысле этого слова. Вот. Ты выжил, ты стал колоритом и какой-то частью нашего города, который узнаваем. Одесский дворик создан тобой, Одесский дворик искусств, я добавлю, да, существует и держится благодаря твоим усилиям, и какие-то определенные проходят и акции, и общественные мероприятия. Я хочу, чтобы ты рассказал вот о том времени, как ты сумел прийти к созданию Одесского дворика через все вот эти вот трудности, как у тебя хватило сил на это. Ну, конечно, когда была идеология, советская идеология, то многие художники работали в этом направлении, в идеологической пропаганде и так далее. Но, к сожалению, когда закончилось это время, так называемой идеологической кормушки для художников, то многие действительно отчаялись, кто уехал за границу, кто там перепрофилировался, ну, в общем, многие. Ну, мне удалось, мне удалось, и мне, конечно, в этом помогли очень люди, вот, мне удалось создать цех, керамический цех, который занимался изготовлением разных изделий, и в том числе очень красивых. У меня были художники-керамисты по росписи, там, посуды и так далее. Мы даже делали фаянсовые, расписные кобальтом всевозможные интересные изделия. То есть, человек, если он хороший ремесленник, вот, и есть у него, как говорится, сила духа даже, можно сказать, потому что в то время это было сложно поднять, то, конечно же, получилось. Вот, получилось, и довольно неплохо... Ну, коммерция есть коммерция, там были определенные припоны, вот. А впоследствии, впоследствии я собрал весь этот цех и увез в деревню. Увез в деревню, село Дачное. Мне дали двухэтажное здание небольшое, вот. Вот, и там я продолжил это, но продолжил я еще, то есть, продолжил заниматься керамикой. Там я резал дерево, это был вообще период очень интересный, творческий. Какой период жизни, какие годы, потому что я помню. 90-е годы. Начало... 90-91. 91-96 год, вот эти вот... Я преподавал в школе, вел студию. Школа была новая, трехэтажная, необычная для... Необычная для села, вот. И я сделал там первую свою огромную роспись 80 квадратных метров в истории Украины. Потом я вернулся, спустился в фойе, сделал там поляну сказок из дерева со скульптурами, со всеми. Вот. Затем водоем мозаичный. Вот. До сих пор меня встречают и говорят, мы помним, потому что мы видим. Но что-то осталось, да? Да, конечно, безусловно, осталось. Вот. Я создал там мозаичное панно. Мало того, я создал там команду КВН учителей. И мы даже соревновались с больницей, с областной... с врачами областной больницы. Мы выиграли, конечно, и сделали очень интересную программу по мотивам романа «12 стульев». Я был в белом костюме Остапом Бендером с белым шарфом. Это был такой, знаете, гротеск очень интересный. Алик, на секундочку. Я хочу, чтобы наш телезритель услышал твое полное, скажем так, имя, отчество, так, как это звучит. Это очень близко к Остапу Ибрагимовичу. А, да, значит, мое имя у меня на родине, в Азербайджане, звучало бы полностью примерно так. Алиавсар Алиавсарович Баба Аглы. Близко. Да, Баба Аглы. Значит, Алиавсар – это я, полное имя. Алиавсар – мой отец. Баба – это мой дед. Кстати, я родился в особняке, в двухэтажном особняке своего прадеда, князя Мирзоева. То есть, напротив камина, вот как мне рассказывали, ноябрь, холодно, послевоенное, голодное время, я родился в особняке своего прадеда, князя Мирзоева. Ну, отсюда, в общем, стремление моего отца заниматься искусством, потому что кровь была действительно благородной. Алик, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что, наверное, я хочу высказать свое мнение по этому поводу, что если в человеке живет творческое начало, оно обязательно когда-то проявится. Безошел. Человек, да. Во-первых, способ самовыразиться, возможность самовыразиться, это, я думаю, предохраняет человека и от дурных мыслей. И от дурных поступков. Не было время думать об этом. Хотя я мальчик весьма уличный, совершенно уличный. Нас было двое у матери, мать много работала, и я был отдан сам себе. Но я не терял время. Я в 13 лет, я уже себе сделал маленькую столярную мастерскую, и занимался, так сказать, ремеслом, осваивал ремесло, потому что у меня два маминых брата, два дядьки, были высококвалифицированные столярные модельщики. Это очень редкая специальность. Они делали деревянные модели для литья. Ну, представьте себе, пароходный винт диаметром полтора метра. Вот это сначала делалось все из дерева. И это делал мой дядя. Я не раз был у него в цеху, я был, вообще-то, как говорится, захвачен этим. Я даже хотел столяром стать. Ну, я им стал. Возвращаясь к вопросу о том, как формировалось, как ты сумел преодолеть, я понимаю, что в процессе становления твоей творческой личности, да, сыграли большую роль, в первую очередь, родственники на начальном этапе, правильно? Да, да, отнестись ко мне внимательно, потому что я, в принципе, мать была одна, и мною занимались, помогали мне, я бы так сказал. Это очень правильно было. То есть, важен, думаю, немаловажным аргументом является то, что ты этого хотел. Безусловно, я это в себе чувствовал, и я шел к этому. То есть, после школы я не пошел в художественное училище. Я пошел в одесскую торговую рекламу осваивать практические навыки, обращение с краской, с кистью, производство рекламы. Все это делалось с масляной краской раньше. Сегодня пластик заменил рекламу. А раньше это люди делали кисточкой, тоненькой кисточкой, вырисовывали на стеклах с лицами. И я этому научился, работая в торговой рекламе одесской. Есть достаточно много знакомых художников-оформителей. Это раньше так, по-моему, называлось. Да, да. Художники-оформители, которые... Я знаю, насколько это тяжелый труд, и тот период времени я еще застал, поэтому обвините в том, что ты что-то говоришь не так. И насколько я заходил в мастерские, видел эти кисточки, видел это все, и знаю, как это тяжело. Это не легко. Я и у тебя был в мастерской, кстати, тоже знаю. Я хочу задать вопрос о истории создания Одесского дворика искусств. Как у тебя это вышло? И, наверное, хотел бы услышать какие-то именно тех людей, которые тебе в этом помогли. И какой целью вы руководствовались, создавая этот дворик? Потому что, честно говоря, общественное движение, какие-то начало в наше время, это достаточно проблематичное предприятие. Дело в том, что, как бы положило начало этой идеи, я где-то в 2001 году попал в больницу. Причем в онкологию. Был очень тяжелый период. Говорят, что я хорошо выкарабкался, хорошо, как говорится, избавился вовремя. И вот этот период, кстати, этот автопортрет был как раз нарисован именно в период, когда я вышел из больницы. Но и я пошел в клуб авторской песни, был такой дельфиния в Одессе. Это, я считаю, периодом реабилитации. Как и духовной, так и энергетической, физической моей реабилитации. Там были очень много хороших, талантливых людей. В том числе была художник, мультипликатор Ирина Корзанова. И однажды мы делали вечера, там я наслаждался поэзией, музыкой, потому что ребята были очень все талантливые. Вот, кстати, у меня здесь портрет этой Ирины есть тоже. И она как-то подошла ко мне. Она мультипликатор, то есть она делает маленькие на экране, маленькие какие-то картинки. И ей предложили расписать огромную стенку, 80 квадратных метров. Ну, конечно, женщина не знала вообще, с чего это начинается, она подошла ко мне. Мы сделали эскиз. Я сделал цветовой вариант, ее мысли какие-то пришли. И отец двух дочерей, которые живут на четвертом этаже в этом дворике, хотел, чтобы расписали эту стенку. Он ее подготовил, заштукатурил, там все как положено. То есть это было с участием даже наших обычных граждан, которым хотелось что-то изменить. Да, это обычный человек, но он не бедный человек. Вот. И мы сделали эту работу, за три недели, с Ириной Корзановой, на лесах, все как положено. Вот. Было противостояние, кстати. Даже тухлые яйца у нас летали с верхних этажей, потому что... То есть хотелось, чтобы стена была все-таки серой? Да. А здесь был проход в следующий двор, здесь был, как говорят, сборняк наркоманов, здесь было очень... это самое. Вот. Но вот и вдруг из этого, но начали это архитекторы, они двор умостили, сделали зеленую клумбу, умостили двор старой одесской плитой. Это не одесская плита, это плита, привезенная из Италии. И даже вулканическая масса Везувия, из нее делали плиты и возили в Одессу в качестве балласта на кораблях, а уходили зерном. То есть... Вулканическая масса Везувия, ее достаточно много. Много. Поэтому... И вся Одесса была уложена отца. Собрали, с многих объектов собрали и устелили полностью этот дворик. Вот. И потом, после, здесь руководил этим покойный Суручан Константин Дмитриевич, вот, тоже инженер, строитель, вот. И когда мы все это сделали, он давал какие-то идеи, смешные идеи, там вот, например, кружка пива где-то стоит наверху в окне нарисованная, ну, такие вот интересные. И мы с ним как-то подумали, как назвать этот дворик, после всего. Вот. Нам заплатили мизерные деньги, но дело даже не в этом, потому что, если настоящая роспись, один квадратный метр, например, стоит 100 долларов, то мы за все получили 200 долларов. Вот за эту стену? За эту стенку, да. Это было... Ну, тот мизер, но это был интерес. Алик, вопрос. То есть, изначально, это была просто просьба гражданина, да? Да. Нашего города. Житель двора. Да, замечательно. У него здесь две дочки живут. Это не было... Нет, это просто реализовано. Это было стихийно. Как она прекрасна. Корзановой Ирине предложили, она пришла ко мне, она еще говорила, я брал, значит, привязывал уголь к концу метровой большой палки и рисовал на стене. У меня был карандаш метр длиной. И она говорила, как ты это нахально делаешь? Потому что она работает на мониторе маленьком. И вдруг такая стена, в общем... Она рисовала бабочек там, ящериц. Ну, как женщина, как мультипликатор, кошечку нарисовала. Вот так вот. Такие вот вещи. А мне пришлось, конечно, компоновать полностью, потому что справиться с таким форматом было очень тяжело. Алик, я хочу задать вопрос еще о том, мастерская уже находилась вот в этом помещении. Нет, нет. У меня мастерская была на Бунина. Потом мы плавно перешли туда, в Бойлерную, там, где первые праздники, мы там готовились, там делали, значит, выставку. Кто являлся инициатором вот этого? Я нашел человека, он когда-то работал продюсером. Я подошел к нему, тоже мой друг, я говорю, Валера, вот помоги мне вот справиться с этим вопросом. Вот это самое. Он говорит, нет проблем. И все дела. И все дела. Телевидение. В следующем году уже, ну, ждали Бадалана, мэра города, но не получилось. Но в следующем году был мэр города на празднике. Я сделал праздник, День рыбака с коммунальной кухней даже. То есть, это все было сделано с мокрым бельем висячим, все эти панталоны висели. Было очень интересно. Вот поэтому и так началась жизнь Одесского дворика искусств. Потом Одесский дворик искусств включился вместе с художниками в благотворительную деятельность. Мы, я провел, организовал и провел аукцион фонд помощи конкурса красоты слепых и слабо зрячих девочек. Потом потом мне предложили заниматься со слепыми детьми. Я полгода ездил на черемушки и занимался со слепыми детьми лепкой, то есть пластикой, малой пластикой. Это было тяжело, но это было... Это сцезание, да? Это было тяжело, я отработал свою методику преподавания, потому что это действительно вопрос очень щепетильный. Мне было сначала тяжело, морально было тяжело, но я привык к этой ситуации. И выставку, мы уже в следующем году выставку работ сделали на очередном конкурсе красоты малозрячих и слепых девочек. Вот. Ну, к сожалению, прекратилась эта деятельность, потому что я хотел перейти на глину, и у них не хватило, я знаю, желания или сил на... Может быть, возможности? Да нет, это были... В общем, они сделали свое дело, и таким образом я немного приболел, и так оно у меня все, как говорится, сошло на нет. Но в день рождения слепые дети под руководством руководителей там нянечек написали мне поздравления, и подписали его юные скульптора, или будущие скульптора, что-то в этом роде. То есть, они так были захвачены этой идеей, вот. А потом уже Одесский дворик искусств участвовал в разных мероприятиях и городских, выставках, вот. Ежегодно здесь проходил праздник, День защиты детей, здесь выступали дети, мы приглашали инвалидов. Я сотрудничаю с несколькими общественными организациями, вот, был фонд «Держава», вот, организация «Отель мира», которая занимается этническими вопросами в искусстве, вот. Ну, и сейчас примыкает несколько организаций, вот, я готовлю новый праздник, вот, сейчас несколько, вот, фонд АВЭ, Риты Колобовой тоже готов помочь. То есть, люди приходят, вот, в конце концов, я вам скажу очень простые вещи, соседи ухаживают за этим двориком. Замечательно. Мало того, когда я начинаю реставрацию, а я это делаю каждый год, мне дают деньги на краски, вот, понимаете, то есть, приносят все, что у них есть, краски, и так сам, на третьем этаже живет американский гражданин с семьей, вот, он мне, он мне спускает вниз деньги, последний раз он мне дал 200 долларов, то есть, вот так вот, понимаешь, и я на эти деньги сделал, и купил красок, и сделал, например, детский какой-то стол сладкий, и так далее, то есть, в этом участвуют многие абсолютно, даже соседних дворов приходят участвовать, то есть, это, я уже не говорю о том, что здесь паломничество туристов, туристические группы постоянно, постоянно в этом дворе сотнями, но беда в том, что организация соседняя сюда понадобилось ставить свои машины, я не могу себе позволить каждый день, например, как-то делать экспозицию, чтобы было это, ну, наверно, это решается через городскую, да, но я не хочу, я не хочу вот это нагнетать ситуацию, они хорошие ребята, но они не понимают этого, знаете, как бы, этого объекта, что ли, городского, который приносит радость не только одесситам, но и многочисленным туристам в этом городе, вот, ну, ничего, мы это тоже преодолеем, во время праздника они очищают двор, и мы приводим сюда детей, все нормально. Олег, знаешь, я хочу сказать, скажу телезрителям нашим, что в свое время ты для меня был старшим товарищем, скажем так, человеком, которых, ну, к советам, к которым я прислушивался, и сейчас, вот у нас беседа происходит так, что я, собственно говоря, многие вопросы просто не задаю, потому что одно вытекает из другого, и все происходит как-то само по себе, естественно, и непринужденно, это очень хорошо, но, тем не менее, я хочу сказать, что в твоей работе очень, ну, скажем так, наверное, большую часть занимает работа с детьми, правильно? Последнее время, к сожалению, нет, я готовлюсь, мне тут предложили одну студию, и я сам, но дело в том, что я имел ввиду праздники, которые праздники, театрализованные праздники, вот 25 декабря прошлого года в этом помещении мы создали спектакль вместе с руководителем общественной организации Анни Закарчук мы создали детский спектакль по мотивам мультфильмов, вот, это называется дорогой доброты, этот спектакль мы сделали, вон, здесь есть, присутствует еще, я сделал декорацию, я играл там волшебника, вот, и мы провели спектакль 25 декабря для детей, бесплатный, это было по телевизору освещено, пришло, зал был переполнен совершенно, каком зал это был? Дом медработников, вот, нам, нам Ольга Владимировна, директор, она, Мусатова, она дала помещение, и мы провели этот прекрасный праздник, то есть, на этом не заканчивается, на дворике ничего не заканчивается, границы расширяются, вот, и еще, дворик активно участвует, вот, два года активно участвовал в организации международной выставки, международного фестиваля Алая паруса, вот, приз стоит, здесь, приз, который вручили за лучшую, в номинации, за лучший проект, в номинации проектов, вот, и было пять проектов, но нам дали первое место, потому что я организовывал, вот, представьте себе, вот, в этом помещении, я собрал больше трехсот работ, всех художников города, которые пожелали, все это мы развернули на первом этаже морвокзала, вот, в прошлом году то же самое произошло, у меня есть дипломы, врученные, благодарности, вот, поэтому дворик искусств занимается очень обширной работой общественной, помогает организовать выставки, мы недавно вот провели выставку вместе с фондом Колобовой АВЭ, вот, и проектом Арт-туризм, мы провели выставку в Золотом Ангеле для детей, вот, весна, у нас есть проект времена года, вот, и я подарил свою работу, подарил Литваку, как, так сказать, ну, это была иллюстрация, иллюстрация книги «Дети молдаванки», мне заказали эту иллюстрацию, но дубликаты остались, вот, ну, издатель поскупился на иллюстрации, она так у меня и осталась, вот, и эту работу я подарил Литваку. То есть, Одесский дворик искусств это не просто объект, это довольно обширное поле деятельности на выставках, всевозможных детских мероприятиях, вот, поэтому идет и общественная работа, вот, сейчас вот мы к себе пригласили ансамбль «Ностальгия», который, вот, недавно по телевизору вы показывали, который сопровождает все народные гуляния, вот, в парке Шевченко и так далее, и они, вчера я беседовал, они с удовольствием согласились прийти сюда и проучаствовать в этом празднике, вот, так что, пожалуйста, 1 июня, мы уточнили время, приходите к нам, вот. депрессия, из чего я делаю вывод, что депрессия и скука для тех людей, кто живет в лении. Да, это, есть масса таких людей, потому что, так называемый кризис, он, кризис и перестройка задавила очень многих людей, это, наверное, слабость характера, нет у человека стержня, нечем ему конкретно заниматься, поэтому, но я хочу сказать еще одну вещь, что я очень рад, что ты не занимаешься какими-то такими движениями, которые, то есть, я имею в виду, и твои действия не нацелены на то, чтобы кого-то из людей поглотить, уничтожить. Нет, наоборот, наоборот, идет момент возрождения, вот у меня есть картина, вот, тоже, храмы, вот это возрождение, которое было, храмы начали строиться, вот меня этот вопрос очень задел, и я эту картину написал, она была на многих выставках, и вот, значит, на «Мой город родной» выставка, тоже Одесский дворик участвовал в этом, в этой акции. Ну, об Одесском дворике мы поговорили, я думаю, что об этом можно было говорить больше, потому что это общественная жизнь нашего города, вот, но я хочу задать один интересный вопрос, когда-то мы с тобой были стройнее, моложе, да, у меня был чуть меньше живот, у тебя чуть больше волос, на голове, вот, да, но у тебя волосы, чуть меньше, у тебя волосы, да, с головы, они переместились сюда, хочу задать вопрос, интересный, колоритная внешность, я хочу спросить, и зная, конечно же, зная, что тебя приглашают на съемки, с такой внешностью, я знаю, что многие фотохудожники используют твою внешность, то есть приглашают тебя, не используют. Как модель. Как модель, да. Как модель. Скажем так, ну, нам уже не 18, но мы еще, но мы еще, да, вот, я хочу спросить у тебя, насколько эти люди, понимаешь, дают тебе вот это вот желание быть таким и оставаться, наверное, все же молодым, я хочу сказать, потому что мы всего лишь навсего повзрослевшие дети, немножко. Безусловно, да. Дело в том, что если творческий человек ко мне обращается, а это была первая, первая творческая встреча с художником, фотохудожник, сейчас известный в Европе фотохудожник Елена Мартынюк, в Одессе она начинала, и я с ней учился в институте, на худографии, то мне предложили, моя партнерша по снимкам, тоже замечательная модель, Юлечка Савенко, значит, она попросила меня отпустить бороду, и мы пришли в студию и Лену Мартынюк, вот. Вот снимки здесь есть у меня, эти снимки. Так вот, с этого началось мое шествие, как говорится, я пошел по рукам. Первая была сессия, фотосессия, очень удачная, которая демонстрировалась в московском журнале Декор, потому что Лена Мартынюк переместилась в Москву, она в десятке лучших фотографов Европы, член Международной Ассоциации. Потом ко мне подошли еще несколько художников, я с удовольствием имею с ними дело, потому что если есть материал, хороший материал, вот, и я, кстати, еще пишу свои автопортреты, последний автопортрет демонстрировался на большой выставке автопортрета автопортретских художников в западно-восточном искусстве. То есть я с удовольствием к творческим людям иду навстречу. Как-то на улице меня молодой человек остановил и спросил, не хотели вы сниматься? В кино. В кино, да. Я согласился. Первая роль, которая вот, а это были ученики школы, киношколы Веры Холодной. Нашей детской школы. Под руководством известного режиссера и театрального деятеля Юрия Содомского, Юрий Викторович Содомский. Он был у них консультант, учитель и так далее. Это мой давний знакомый, мы уже 30 лет, и вдруг мы на одной площадке оказались. Первая роль была роль короля. Оберег фильм. Начали с малого. Да, роль короля. На минуточку. Представьте себе меня на лошади в красной мантии с мечом в руке размахивающей в крепости Ягорднестров. Лошадь тоже занималась в студии? Да, это самое. Когда меня спросил хозяин лошади, но он боялся за мою жизнь, говорит, скажите, вы когда-нибудь садились на лошади? Я родился в седле в конце концов. Ну вот так вот. Если я родился на Кавказе, то это нормально. Я родился в седле, как говорится, джигит. Лошадь – неотъемлемая составляющая. Так вот, вот эти съемки все, вот, я с мечом, потом сова у меня на руке сидела, очень интересные были съемки. Этот фильм еще заканчивается, потому что он так где-то затормозился, но это средства и так далее. Потом мне предложил, есть такой в Одессе, Останин, режиссер. Он писатель, и он предложил мне сняться в главной роли одного фильма, который освещал события 45-го года, когда депортировали греков. И я тот самый грек, а по матери я грек, в конце концов, и она тоже была депортирована в 44-м году или 45-м. то есть моя жизнь прошла через это. И тут меня вернули к фильму. И я тот самый грек, который возвращался, я играл главную роль, я был единственным героем, потому что там была хроника. И этому фильму на международном фестивале присвоили диплом за гражданское и так далее. Потом я играл в одном фильме тоже такого социального направления, идеологического может быть, тоже я играл роль пенсионера. Ну, в общем, последний фильм, есть такие четыре фильма, скоро будет презентация, это у каждого свой чехов. Ну, один из фильмов, в котором я снимался, тоже режиссером молодого режиссера, мы его так ласково называем Макс просто. На самом деле он был в программе Каннского фестиваля. То есть интерес кино, если я нужен для хорошего образа, то я всегда готов рискнуть рискнуть и поучаствовать, скажем так. И поучаствовать, да. Алик, очень жаль, что время так неумолимо. Об этом можно говорить бесконечно. и мы могли бы еще о многом с тобой поговорить. Вот, я еще раз хочу сказать телезрителям, что никто не претендует и не говорит о гениальности, но зато мы можем смело сказать, что если бы не было таких людей, или это бы выглядело как-то иначе, чем выглядит сейчас. Я думаю, что таких людей должно быть больше. И нам бы в таком случае действительно не хватало чего-то светлого и важного, незаменимого в этой жизни. У кого-то это получается как-то по-другому. Может быть в музыке себя человек выражает, в стихах у Алика вот получилась такая жизнь насыщенная, творческая, в изобразительном искусстве, в керамике, во многих других вещах. И я хотел бы сказать в нашей передаче, что пусть этот человек для многих послужит примером, как нужно жить в общежитии. Есть такое великолепное слово общежитие. То есть это общая жизнь. Как мы должны себя вести друг с другом для того, чтобы мы стали лучше и добрее. А наша передача подходит к концу. Хочу пригласить многих к экранам канала КТВ на интернет, телевидении для того, чтобы увидеть наши будущие передачи, наши передачи, которые уже отсняты, и увидеть тех людей, которых мы вам представляем. Надеюсь, что они будут так же интересны, как и нам с нашими операторами и с нашей съемочной группой. Ведущий и автор передачи Творческая среда. До свидания. Продолжение следует...